Друзья, всем привет! Интернет-магазин Antilife.com.ua Приехал к нам смартфон ZOPO ZP780 Название звучное с Lenovo P780 Немножко не того уровня модель Но по дизайну, по техническим характеристикам и цене Тоже очень достойный вариант Давайте посмотрим, что у него в комплекте В какой коробке поставляется Стандартная заводская коробка Новенькая Модель здесь пишется вот такая ZOPO ZP780 В комплекте ничего особенного нет Здесь вот такая вот зарядка Стандартная На зарядке написано, что это 1 Ампер USB кабель Пакетики от этого всего дела Пленка И гарнитура Бамперов, чехлов в комплекте К этому смартфону не предоставляется По поводу внешнего вида Первый раз, когда увидел этот смартфон Был приятно удивлен, что вот Интересный такой дизайн Я думаю, можно снять вот эту вот пленочку Потому что она будет несколько мешать В общем, вот такой формы Смартфон мне напоминает Телефоны iOcean X7 Значит, спереди у нас Три сенсорных кнопки Спереди у нас Три сенсорных кнопки Меню домой и назад Они подсвечиваются Немножко видно при Отсутствии освещения Сверху Датчик приближения Освещения Фронтальная камера И динамик С этой грани у нас Качелька громкости Разделена на две кнопки Хочу сразу же сказать Что вот тут у нас Кнопка включения-выключения Эта панелька Она выполнена под металл Потому что когда Телефон на холоде Эта панель холодная Это 100% Сверху разъем под наушники И microUSB Снизу Открывачка С задней крышки И микрофон Сзади смартфон Имеет такой матовый пластик Приятный на ощупь На нем не остаются Отпечатки пальцев Есть основная камера На 8 мегапикселей Вспышка И решетка под динамик Основной Смартфон работает С двумя сим-картами У него аккумулятор На 1800 мАч Две симки Вставляются Одна вот так вот вниз Другая вот сюда И слот под microSD карточку В котором Вставлена у меня сейчас Моя карточка Модель ZOPPO ZP780 По внешнему виду По сборке У меня нареканий никаких нет Собран смартфон Очень хорошо Он такой приятно тяжелый Приятный Приятно лежит в руке Крышка закрывается идеально Все защелочки Отрабатывают супер Никаких ни люфтов Ничего То есть По внешнему виду Дизайн смартфона Меня очень порадовал Как всегда Давайте начнем Наш технический обзор С программы Antutu Посмотрим все технические Характеристики Этой модели Во-первых Набирает смартфон Примерно 17 тысяч баллов Здесь Четырехъядерный 6582 Разрешение QHD 960 на 540 8 мегапиксельная Основная камера Операционная система 422 Android Гигабайт Оперативной памяти Четыре встроенных Здесь у меня стоит Сразу же Карточка памяти Накопительная Сразу хочу сказать Что Смартфон С ней работает То есть Я ее установил И все игры Приложения Программы Ставятся Непосредственно На эту память Идем дальше Тактовая частота Каждого ядра Здесь 1,3 ГГц Фронтальная камера На 5 мегапикселей И задняя На 8 Это интерполяция Скорее всего Камера на пятерочку Основная А фронтальная Даже не знаю Насколько Ну камера Довольно таки Средненькая В этом смартфоне Я не могу сказать Что мне нравится Как камера снимает Количество точек Касания В этой модели Четыре Нет Пять Пять точек касания Основные датчики Которые есть у смартфона Есть GPS Есть Wi-Fi Bluetooth Есть датчик приближения Датчик освещения И в принципе Вспышкой Больше такого Ничего интересного В этой модели нет По поводу прошивки Прошивка 4.2.2 Android Полноценный русский язык Единственное Что есть Вот такие Вот Буковки Английские В набиралке В номеронабирателе В меню Все на русском Все что нам нужно Можно эту тему Изменить Все это меняется Настройки у нас Полностью на русском языке Есть обновление По Wi-Fi По многочисленным Данным Из сети Видел что Якобы Эта модель Должна работать С ОТГ Ничего подобного С ОТГ кабелями С флешками Накопителями Мышками Этот смартфон У меня не работает Вот не знаю почему Ну скорее всего Потому что Этой функции В этой модели нет По поводу Прощупки Я не могу сказать Что что-то плохо Оптимизировано Что плохо Что-то настроено Все что я делал Со всеми задачами Смартфон Справлялся И Нареканий В этом плане Никаких Далее Идем Это экран Экран у нас Пятидюймовый Матрица IPS Разрешение 960 на 540 Во-первых Запас яркости Такой Небольшой Вот это Минимальный уровень Яркости Вот это Максимальный То есть Он не супер Такой яркий Он просто Достаточный Уровень яркости Экран Смотрится хорошо Живенько Сочненько То есть В этом плане Мне все нравится Углы обзора Когда Картинка Светлая То углы обзора Хорошие То есть Он нормально Отображает Единственное Что в силу того Что это бюджетные Матрицы Как я уже В последних Обзорах Делаю Это по диагонали Вот он немножко Синит А по этой диагонали Он немножко Желтит То есть Ну это бюджетные Матрицы Я неоднократно Уже сталкивался Даже есть На некоторых Аппаратах С Восьмиядерными Процессорами Там Далее За 3000 гривен У нас в Украине Поэтому Экран В принципе За эти деньги Достойный И аппарат Можно сказать Вообще Практически Во всем Подражает Lenovo А850 Как в качестве Так и В процессоре В камере То есть Здесь практически Все идентично Что касается Производительности Здесь стоит МТК 6582 Графическое Ядро Мали 400 Всего лишь AQHD Разрешение Экрана То есть Все мы знаем По опыту Таких моделей V100S Lenovo А850 И многие 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 Другие Эти смартфоны Это именно Такие Рабочие Лошадки Игровые С классным Графическим Ускорителем Поэтому Все современные Игры Запускаются Без проблем Давайте Посмотрим Две из них КИЛСОМБИС 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 Как вы можете видеть, игрушки запускаются отлично. Никаких глюков, торможений здесь вы найти не сможете. Что касается видео, звука, смотрите. Видео запускается без проблем, Full HD формат, со звуком, не тупит, не глючит, всё в этом просто классно. Звук у смартфона средний. Звук средний как из внешнего динамика, вот этот вот, который сзади. Из наушников звук средний, то есть звук неплохой, но и не супер такой, не самый лучший, который я слышал. Мне понравилось, как звучит телефон во время разговора по сим-карте. Микрофон очень такой громкий, чистый, записывает звук. В этом плане всё хорошо. Так, идём к GPS. Я когда тестировал GPS, у меня смартфон был разряжен, около 4% зарядки. Я установил через Wi-Fi все вот эти вот дела, на горячую, на VTEL поставил. Начал тестить, и он у меня что-то так долго ловил спутники, нереально просто. Потом немножко его зарядил, там что-то около 15-20% было. Сделал тот же тест, и через инженерное меню он у меня словил спутники за 7 секунд. И вот это вот на графике. Дальше я тестирую, как всегда, аккумулятор. Тестирую я сначала в Antutu тестере. 1800 мАч, показали на этом телефоне, 604 балла. Это классный показатель, как мне на первый взгляд показалось. Но потом я начал тестировать его в других режимах, на практике, скажем так. И что у меня было? У меня было в режиме игры с максимальной яркостью, это Epic Citadel, всего лишь 2 часа 9 минут и 13%. И дальше у меня нет скрина, потому что телефон на 13% наверное просто взял и выключился. То есть здесь не совсем откалиброванно, скорее всего, правильно датчик аккумулятора. Поэтому он вырубился, не дойдя даже до 5%. Что могу сказать про показатель 2 часа 9 минут? Ну это средний показатель, это и неплохо, и нехорошо. Поэтому аккумулятор в этом смартфоне очень-очень средний. Камера тоже, опять же, я не могу сказать, что она хорошая, я не могу сказать, что она плохая. Камера тоже средняя, но камера, я вам скажу, что уровня Lenovo A850, он примерно так же фотографирует. То есть да, все, в принципе, тут можно сфоткать, текст сдалека, там что-то, вот я телефон фотографировал, даже пиксельную сетку видно у телефона. То есть камера, сами фотки, да, они идут в качестве 8 мегапикселей, но оптика, матрица этой камеры, тут далеко не, даже не 5 мегапикселей, потому что, ну реальные 5 мегапикселей, они делают классные фотки, если это реальная классная оптика, если в каком-то брендовом смартфоне, например, то фотографии там получаются гораздо лучше. Фронтальную камеру, если честно, даже не тестил. Сейчас включу, в принципе, нормально, нормально фотографируют, и можно смело общаться через скайп. Ну и можно подводить итог. Во-первых, смотрите, мне очень смартфон понравился по дизайну. Дизайн действительно классный, формы необычные, металлические вставки, он приятно тяжелый и хороший, мне понравился экран у смартфона. Несмотря на то, что здесь 960 на 540, если вы не особо хотите и будете всматриваться в эти пиксели, не особо будете это все видеть, то тогда этот смартфон однозначно вам подойдет, потому что я, если честно, вот больше как за качественную матрицу, за цветопередачу, за яркость экрана, как он передает свет. А пиксели, что, ну да, как бы разница есть, Full HD 960 на 540, но она не такая существенная, как вот многие считают. Поэтому пиксели здесь практически не видно, я вот держу перед вами смартфон, можете попробовать их углядеть, могу даже так вам показать. То есть все в плане экрана нормально. Если говорить о минусах, о минусах этой модели тоже очень сложно говорить, потому что минусов нет. Есть средние. Средний аккумулятор, средняя камера, средний экран в плане разрешения. То есть это все не минусы. За эти деньги минусов у смартфона нет. Прошивка стабильная, мне не понравилось, что на 13% он отключился. Немножко был разочарован тем, что OTG функцию заявлял производитель, а ее на самом деле не оказалось. Но в целом смартфон оставил очень такие приятные впечатления. Мне понравилось, как эта модель работает за свои деньги. Мне понравился в первую очередь, мне понравился дизайн. На этом все. Моделька получилась хорошим аналогом для Lenovo A850. Я бы задумался над тем, что покупать Lenovo или Zopo ZP780. А, ну и конечно же, никаких аналогий с Lenovo P780 здесь проводить не стоит. Это совсем другая модель. Абсолютно по всем параметрам. Не знаю, почему Zopo назвал. Может быть, хотели как-то привлечь к смартфону особое внимание. Я, если честно, когда первый раз услышал, что есть такая модель Zopo ZP780, да, я подумал, может быть, это что-то аналогичное с Lenovo P780. Но нет, это самостоятельная единица в мобильном мире устройств. Спасибо за внимание. Продолжение следует...